Дорогие друзья, мы сходили в магазин. У меня Маша, знаете, что круто? Маша, скажи, что ты караулишь? Мороженое. Да, мы взяли мороженое. Маша ждет. Говорит, давай сначала мороженое распакуй. Поэтому вот так вот показываю. Тут взяли каждому по мороженке. Иди раздавай. Все, шагайте. Дальше, что мы взяли? Семечки муж себе взял. Укроп. Перчик болгарский два штуки. Помидорчики взяли этот салат. Будем делать. И огурцов взяли. Я себе любимая взяла кабачки. Я обожаю кабачки. Катя, ты тоже будешь кабачки? Нет. Они никто не едят кабачки. Я в основном ем. Также взяли сыр-косичку. Сейчас раздам попозже. В холодильник. Убери в морозилку пока. Это там Светина и моя мороженка. И взяла курицу копченую. Дальше, дальше, дальше. Что у нас здесь? Так, муж себе взял. Ну, не в себе, только это всем получается. Будет вот такая вот. Маша, уберите вот этот ваш стекан, пожалуйста. И взяли еще вот такой. Вот такой вот у нас любит Егорка. И папа. И папа, да. Дальше взяла я шоколадки детям обещала. Анпингольд. Россия щедрая. Причем вкусы уже новые. Начинка со вкусом капучино мы такую не пробовали. Фундук вафля мы тоже такую не пробовали. Ну, и темный шоколад самый дешевый. Так, все здесь. Дальше, что я взяла? Потом колбасы популярные. Пускай дома будет колбаска. Тем более, я сейчас им поеду, что взяла. Уже было, что у них тут. И хлеб. Две белого и черного. Вот такие вот все покупки. Капучино откройте всем, раздайте подниму. Они сами, видите, уже в холодильник. Раз, Маша убрала, взяли какую-то шоколадку. Пошли сами раздавать. Все сами. Хорошо дети когда вырастают. Все, ребят, вот такие вот все покупки были. Все, что смогла, купила. Майонез купила, кстати. Показала, не показала, не знаю. Нравится мне. Это фирма Меладур. Очень вкусный майонез. Поэтому я когда увидела, сразу взяла его, схватила. Попросила, говорю, девочки, дайте, дайте майонез. Все, все покупки. Все. Вроде ничего такого и не взяла. А денег улетел. Только путь. Ладно, всем хорошего вечера. Ваня, там всем привет, дорогие друзья. Мы сегодня с вами опять идем на выступление к Маше. У нас там сегодня открывают детскую площадку. Ну, территорию там всякие турники и всякое такое. Я поснимаю, что смогу немножко покажу вам. Но вот факт то, что у нас открывают. Приехали. Я так поняла, что с Березняков что ли. Поэтому пойдемте смотреть, как у нас Машенька снова выступает. Всем доброе утро. У нас утро понедельника. Сегодня 4 июля. Мы идем с Катей на прием. У нас записаны сегодня приемы. Забираем документы. И сегодня ночью мы уже уезжаем в Пень. Увожу я Катю в больницу. Так что вот такие вот дела. Мы сейчас опаздываем на автобус из-за Кати, потому что она долго одевалась. Поэтому бежим, бежим, бегом. Так, ребят, мы съездили уже с Катей в город. Сегодня мы уезжаем ночью в Пень. Ой, убираю уже потихоньку. Я не говорю, что взяла. Короче, хлеб убрала. Хлеба, прокладки взяла. Дальше. У Кати порвались наушники. Взяли вот такие вот. Ей наушники в Перми ей с собой надо. Потом туалетную бумагу 4 штучки взяли. На развес взяла чупа-чупса. Я только показала, а рук уже лез. Морковки взяла. Сегодня будет муж капусту квасить. Так. Катюха карточку прибирает. Это все с собой надо будет сейчас подожди оформить. Прокладки взяла в фикс прайсе. Заходили в фикс прайс, у Ваньки кепка маленькая стала. А с отрю привезли кепки за 199 рублей. Вот такую вот, короче, я взяла. Там у них с ценниками всегда неразбериха. Вот буквально вчера или когда мы ездили в город. Вчера же или позавчера мы ездили. Короче, у них там ценник висит, носки по 59 рублей. На кассе пробивается 79. Ну, фиг с ним. Сегодня, правда, в час уже не вытерпела. Тот же самый ценник висит и тоже 59 рублей. Те же самые носки. Я сегодня подошла и говорю, девушка, почему там цена 59, у вас 79 на кассе пробивается. Это старая цена, просто не успели убрать. Но вот факт, что сегодня при мне уже убрали. И вот такую вот кепку Ваньки взяла. Вот такие вот носки взяли. Пять пар за 249 рублей. Катину тарелку нынче киски разбили. Катя себе тарелку взяла. Почем 99 рублей. Катя себе прибирает. Так, это сейчас я попозу. Это 274 рубля. А, футболка 274 рубля. Это мы заказывали на Валдрес. Катя вообще стала любить все однотонное. Но это обычная такая вот темная цвета футболка. Но вы видели нынче, какие Катя себе в основном футболки заказала. На. Все, вот такие вот в целом все покупки. Все готово у нас в Перм. Все документы мы собрали. Сейчас пакетик надо еще сделать по документу. И кошки тут же дерутся нахуй. Любовь у них уже. И вот вечером пойду в садик. Ваньке вот такую вот короче кепочку взяли. Тут такой гребешок. Это дракончик тут как бы. Ванька, вот у нас дракон. Все, дорогие мои друзья, будем мы потихоньку с Катей собирать сумку. Все соберем, все приготовим. Сейчас мне надо заплести Марусю, Аксусю, Аксану. И они идут на площадку. Это немало. Что, Феликс тебя так царапнул? Нет. Мы такие вот, да. Комары так покусали. Два. Я заказала средства от комаров, от укусов, еще не пришло. Это все комары? Я говорю, мама, не свою кружку, а другую. Какую-то? Там вот есть белая новая кружка стоит на самом верху. Там две. Там две. Вот можете одну Маша взять, одну Катя взять. Только без коробки ложите в сумку, чтобы компактно все было. Что-нибудь в кружку запихать. Полотенце, например. Ладно, дорогие друзья, будем собираться. Ребята, у нас время вечер. Ничего не снималось. Сегодня некогда было. С Катей всю сумку собрали, все полностью. Документы мы все приготовили. Сегодня мы едем на час ночи в Пель. В целом, у меня Маша с Оксаной пришли с площадки. Завтра они идут в поход. Им надо было купить там помидорки, огурчики, сосиски, хлебочек, питье. И мы сходили в магазин. Девчонки себе попросили вот такую вот. Завтра они с собой возьмут лимонад какой-то. Убирайте сразу. Потом дальше купила огурцы. По 113 рублей. Девочкам также завтра взяла с собой это крем от комаров. Маша, ты не... А, 75 рублей. Спрей от комаров, 75. И крем после укусов комаров, 75. Ты как, мама, мне купить? Что? Я тебе сосиску купила. Это крем от комаров. Я потом тебе дам тоже это. Ваня захныкал. Дальше помидорки взяла. Сейчас девочкам сразу мы все отдельно положим. И потом остальное дома. И молока купила. Так, и еще огурчики взяла мелкие туда. А вот эти вот мелкие помыть можно и взять с собой. Как раз удобно будет. Потом хлеба две булки черного взяла, потому что белого не было, к сожалению. Хочу еще постряпать оладушки... Не оладушки. Вафли, да. Все забыла. Поэтому купила литр кефира. И взяла вот такие вот сосиски из индейки. По 313 рублей за килограмм. 340 рублей вышло. 323 рубля вышла эта упаковка. Все, вот такие вот, ребята, все покупки. Все, и сейчас мы с собой приготовим тоже покушать что-нибудь. Потому что утром, Катя, мы туда приедем, получается, что, где-то полшестого утра. А нам к восьми только в больницу. И придется полтора часа нам сидеть на обстанции. Потому что, ну, там в больницу нас никто не пустит раньше времени. Поэтому, чтобы Катя возьму что-нибудь с собой покушать, попить ей тоже, Катюхе, чтобы она могла с утра поесть. Так что все, я сейчас переодеваюсь и начнем с вами делать тесто для вафли. И будем готовить. Так что оставайтесь с нами. Ребят, некогда снимать что-то в саб муке. Сделала, короче, уже почти тесто для вафли. Целый большой тазик. У меня довариваются... Машка, помещай вот это по брюшке, пожалуйста. Прям по дну хорошенько. Довариваются макрошки. Прям дно хорошенько, хорошенько. Не бойся. И делаю бегом-бегом. Потому что время уже семь часов. А нам надо в 11.30 ехать. Мне нам много всего успеть. И я стараюсь что-то успеть. Сейчас все на салат побыстренько нас варганить. Я буду вафли жарить. Пока вафли жарятся, буду нарезать салат. Маленькие сегодня веганчики надо, да? Ну, желательно. Они без меня, вот, да, вот проблема, то, что маленькие без меня заснуть не могут. Их надо поганить. Я не представляю, как сегодня. И Ваня ночью плачет обычно, если меня нету. Не знаю, завтра вечером только поздно приеду. Значит, можно мы сегодня приеду и спать? Можно, можно. Можно, можно. Завтра девочки на площадку идут, расскажете, что там у нас. Что ты кушаешь? Что ты едаешь? Вред. Макароны сухие. Они хрустят. Они хрустят? Сейчас вам. Обманул Машку. Дал ей, говорит, я ей с Харики даю, а сам ей дал макароны. Я больше у тебя съел. Вот приколист. Я дырами приняла макароны. Все, Маша, хватит пока. Что ты их постоянно помешаешь? Я тебе сказала, чуть-чуть помешать. Дай чуду. Вот эти поварешки удобно помешивать макароны. Вообще классные поварешки. Большие, как я люблю. Все, большое. Так, все, короче говоря, готово. Надо сюда масло добавить. Сейчас будем с вами вафли жарить. У меня, по-моему, сгущенка еще есть. А сгущенка сусировала уже или нет еще? Ты меня спрашиваешь? Да. Пойди, у нас всегда Света лопает сгущенку. Я ее не ел вообще. А нет. Один раз мазала. И нынче засекла, что Света сгущенку молоко в сухомятку ест. Коза. Ты курями пошла управляться? Курями управляешь? Там, кстати, кролики, видел, уже бегают. Все, тесто готово. Сейчас, Девин, с вами готовится. Все, и... Сушим. Девочкам уже приготовила все, что им завтра с собой надо. Все положили, все приготовили. Мужа предупрежу, чтобы они это не трогали. Это девочкам завтра на площадке. И Егору придется позвонить мне днем, чтобы он разбудил девчонок на площадку. Также на площадке договорилась, чтобы завтра Машу с Оксаной их там запрели. Потому что сами они запрятаться у меня не умеют, к сожалению. Они привыкли, что их всегда мама запрятает. Я, кстати, это в платье. Помните, которое с белым? Ну, фотографии где-нибудь, если я найду, там... Так, фотографию. Какое платье, то есть, на мне. Так. Все, ребятки, буду дальше готовить, потом все покажу. Поэтому оставайтесь с нами. Дайте ему эту трубку, пожалуйста. Ну, Егору. О! Я говорю, я камеру включила. Ты попал. Я не снимаюсь. Да тебя там и не видно. Мне было видно. Ладно, все. Вот такие вот будни многодетные. Мама, да? Я тут успеваю сразу и ваклик жарю, и салат нарезаю. Камеру, знаете, куда поставила? На окно. Ну, так вроде и видно меня, и нормально это освещение. Вы обязательно напишите, как вам освещение. Я тут сразу и вафельки жарю, и салат делаю. Короче, торопимся, торопимся. Быстренько, быстренько все сделают. Банюш, хватит трещать. Иди, пожалуйста, на улицу трещи. У меня и так голова болит. Пистолет этот постоянно трещит. Постоянно причем. Что-то как-то все равно блекло, да, получается немножко. Из-за того, что окно открыто. Вот так вот только могу, ребят, поставить. О, так нормально. Не блекло теперь. А то прям блеклость какая-то кидается. Все. Нет, не нравится мне еще. Во, самое то. Все, салатик делаем. Помидорки с огурчиками, с лучком сделаю. Да и все больше ничего не делаю. Ай. Сосиски плюс макарошки отворила. Сосиски будут. Вафельки будут. Там у них творог еще есть. Поедят, если захотят. Суп. Поэтому нормально все. Сейчас вафли нажарю девочки. Девочки завтра еще с собой на площадку вафли возьмут. Вафли они у меня любят кушать. Вафли хорошо едят. Прям на ура. Орешки на. Вот я им пообещала. Тут как-то орешками заняться. Давно орешки уже не делали. Ай. Комарье кусается. Будем орешки делать. На днях. Сейчас, короче, доделаю. Все. Приготовим. Я попросила мужа чуть-чуть баню подтопить. Перед поездкой. Чтоб сходить ополоснуться. Но вчера, по идее, топили баню. Там еще тепло. Даже вода теплая. Я сегодня уже ходила. Ноги мыла. Потому что у меня что-то так, знаете. С города приехала. У меня ноги аж горят. Прям огнем горят. Я пошла в баню. Ополоснула. Их там в тазик с водой поставила. И знаете, как хорошо было. Не знаю, почему. Но вот у меня прям они аж горели. Так. Вот салатик делаем. Все. Бегом-бегом. Все, с Катей, вроде бы все собрали. Но если что, забыла. То я все равно же Машу 12-го числа повезу. В Пере. То я зайду к ней туда. И занесу ей все, что надо еще. Поэтому я как бы сильно-то не переживаю. Что если что-то она забыла даже. На телефон денежку я ей положила. Чтобы она могла мне в случае чего звонить. Я знаете, тут нынче что пробовала. В этой вафельнице я взяла, потерла одну картошку. Морковочку одну потерла. Что же я туда еще добавила? Немножку муки, яйцо. И вот такие вот эти. Вафли попробовала в ней пожарить. Так вкусно получилось. Вот кто, например, на диете какие-нибудь вкусные блюда. Хочется сладенького. Или вкусненького. Вот, пожалуйста, как вафли. Такой вариант. Это классно. И быстро готовится. Или быстро приготовить что-то надо. Классно. Получается. Я потом как-нибудь, если интересно, напишите. Я засниму обязательно, как я делала. И мне понравилось. Вкусно было. Игорка у нас огород тяпает. Отходит. Почти всю картошку уже протяпал. Молодец. Крыльчата уже бегать начинают. Поэтому скоро я вам покажу, как они уже бегают по клетке. Тогда будет интересно. Так вот только ушки увидали. А потом будет интереснее. Так. А что, у меня зелень вся закончилась, что ли? Ё-моё. Лук с укропом закончился. Надо идти в магазин за луком и укропом. Ладно, дорогие друзья. Делаем дальше салатик и вафли жарим. Всё, ребят. Мы уже поели. Света пришла сидеть кушать. Ты пробовала вафли? Нет. А что не попробуешь? Не хочу покажу. Короче, я тоже уже поела. Вафли. Вот такая вот ещё гора. Уже Маша с Оксаной себе отложили на завтрак в поход вафельки. Поели салат, поели макарону, сосиски. Я сейчас пойду немножко попробую смонтировать. Поставлю на загрузку, что успею загружу. Если сегодня до отъезда, то значит выпущу видео. Нет, значит потом загрузится. Приеду выпущу. Поэтому вот так вот. Всё. Пойду отдыхать и потихоньку дальше собираться мыслями, чтобы дальше собираться в дорогу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...